Ваш сын и брат, фильм Василия Макаровича Шукшина, фильм о семье воеводиных. И вот мне там надлежало сыграть Степана. Кстати, первая новелла в фильме. Характер очень самобытный, подчеркнуто русский, я бы сказал. Я знал, что Василий Макарович очень любил эту новеллу и героя. Вы знаете, вот я снимался в фильме, живет такой парень у Шукшина. И вот уже сейчас, на сегодняшний день, обращаясь к прошлому, к своим ролям, я дорожу очень образом Степке, потому что, как правило, мне доверяют роли простакухи. Я считаю, что эта роль прежде всего драматическая. Эпизод «Застолицы» в доме воеводиных собрался народ на праздник. Степан принес в дом праздник. И забыл, что он сбежал, какие-то жалкие три месяца не досидев, совершает бесшабашный, с точки зрения здравого смысла, пастух. Ему не хватило вот этих трех месяцев. Он оказался совершенно пустым. И чтобы заполнить себя, он идет на свою землю. Ему нужны были те суки, которые питали его мозг, его сердце. Вот прочту немного из этого рассказа. «Зачем ты это сделал-то?» – это спрашивает воеводина участковый. «Сбежал ты?» – соскучился. «Так ведь три месяца осталось!» – почти закричал участковый. «А теперь еще пару лет накинут!» «Ничего, я теперь подкрепился, а то меня сны замучили. Каждую ночь деревня снится. Хорошо у нас весной, верно?» Степан бежит по весне, когда земля пробудилась. Зовет людей к тому, чтобы ее оплодотворить своим трудом. Есть две силы в рассказе. Два героя – земля и слуга Степана. Слуга земли. Друг без друга не могут существовать. Пожалуй, первый герой – земля может, а вот человек без земли никуда. Вот одна из, может быть, главнейших тем Василия Макаровича Шукшина. Вот, скажем, о Шукшине прекрасно пишет критик Анинский и вот проводит очень точную мысль о том, что людям Шукшина хорошо там, где их дом. Вот, пожалуй, стоит добавить к этому, что дом для Шукшина – это в широком и точном понимании то место, что ли, где человек может себя проявить с самой полной и лучшей стороны, то есть в своем деле. Ведь это, в общем-то, в конкретной работе у Шукшина сказалось самым прямым и честным образом. Ведь и фильм «Живет такой парень» снимался на его родине, на алтаре. Второй фильм «Ваш сын и брат» Степан, мой, там же снимался. «Печки-лавочки» Шукшин уже конкретно снимал в своем себе. То есть Шукшин и в этом предстоит какой-то цельной фигуры. Очевидно, для Шукшина было очень важно снимать свои фильмы, работать на своей родине. Я бы даже сказал, что он там талантливее становился. Умнее, честнее, я не знаю, что хотите. Я вспоминаю такой эпизод. Собирались уже снимать фильм. Живет такой парень. Можно было выезжать на «Натуру». «Натура» была на Алтае, на родине Шукшина. В Москве зарядили тажи. Прошло бабье лето и никакой надежды на то, что поправится погода. Приуныли в группе. Я тоже приуныл. И высказывалось довольно откровенное желание, чтобы отложить съемки до весны. Шукшин чувствует настроение в группе и сам, так сказать, переживаю нелады в погоде. Как-то вслух, не для кого-либо. Но я вот оказался рядом, я был свидетелем этого. Произнес, а неужели меня моя земля подведет? Тогда это меня несколько удивило, даже, нескоро, чуть-чуть шокировало. Я подумал, что этот человек говорит о земле, как о своей собственной матери. Мать не подведет. И вот я об этом эпизодике забыл, естественно. Шли годы, и вот я его вспомнил на просмотре фильма «Калина Красная». Вот именно тогда, когда Шукшин разговаривал с березой. Тоже, как с живым существом. Шукшин на экране. Живой Шукшин, живой человек. Со своими морщинами, со своей походкой, со своими глазами, со своими, очень подвижными, кстати, скулами. И общается с березой, с величайшим символом земли, дома. И вот это право, поверьте, заслужил Шукшин. Я не могу себе представить другого человека, который вот так бы на равных ввел разговор, диалог. Береза тоже говорит. Потому что, очевидно, Шукшин это заслужил своей выстраданностью, болью. За тех людей, которые потеряли дело, а стало быть и дом, поэтому они никчемные, они потерянные для народа люди. Вот почему очень важно для Шукшина вот эта привязанность к дому через дело, через Родину. Быть на своем месте. Только так надо жить. И только так можно себя почувствовать человеком с достоинством и прямо глядеть людям в глаза.